МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. И несмотря на обилие насекомых на улицах Рязани, мы все равно смело вышли на них для того, чтобы рассказать вам обо всем самом интересном, что произошло в нашем городе за минувшую неделю. Знаешь, Марин, вот отправляясь в очередной раз в торговый центр, скажи, ведь всегда хочется купить что-то особенное, что-то такое, чего ни у кого кроме тебя в городе нет. Да, Ирин, именно так. Может быть, поэтому сегодня мы отправимся в рамках нашей акции «Выгодный шоппинг» в магазин дизайнерской одежды в Сара Винчетти. Итальянский дизайн, итальянский стиль – эти словосочетания давно заполучили исключительную репутацию во всем мире. Мода, идущая родом из солнечной Италии, всегда поражала своей элегантностью, оригинальностью и совершенством. Пожалуй, один из ее секретов – абсолютная свобода творческого самовыражения. Очередное тому подтверждение – одежда дизайнера Сара Винчетти, которую можно увидеть в одноименном бутике в торговом центре «Виктория Плаза». Мы работаем сравнительно недавно. Мы открылись всего полтора месяца назад. Здесь представлены вещи из коллекции Сара Винчетти. Это итальянский дизайнер. Также мы работаем с греческими фирмами, например, «Ситроу». Качество одежды великолепное. Мне очень нравится отбирать такие вещи в свой магазин. Затем у нас представлены турецкие варианты, потому что люди разные, и спрос разный, поэтому товар, собственно, разноплановый. Мы хотим угодить всем. В бутике, помимо моды от Сара Винчетти, представлена одежда греческой марки «Ситроу» и модели турецких марок. Но главные особенности всех моделей, которые мы увидели здесь – яркость идей, открытость к исследованиям и экспериментам, смелость и провокационность. В этой одежде крайне высок эмоциональный аспект. В моем бутике представлены как аксессуары, так и подборки стилизованных образов. То есть любую вещь можно скомпоновать. Допустим, если девушка выбирает платье, платье мы можем предложить ей какие-то вечерние туфельки. Мы привозим некоторые вещи по заказу. Девушка приходит, рассказывает, что она хочет видеть. Мы привозим эту вещь на заказ. Она также становится особенной и не повторяется. Также мы можем подобрать под платье любую бижутерию, вечернюю, спокойную, повседневную, яркую, любую. Такие традиционные ценности, как удобство, комфорт, практичность, сочетаются с желанием удивлять и радовать. Задача такой одежды вызвать любопытство, доставлять радость и будоражить чувства. Любой девушке будет очень приятно быть индивидуальной. И если она придет и купит вещь в единственном экземпляре, будет знать, что она пройдет по улице, на нее обернутся, она ее посмотрит, она понравится. Но при этом никого в такой же одежде она уже не встретит. Мне кажется, это приятно. Это чувство хорошо знакомо и нашей сегодняшней героине, девушке яркой и привыкшей к восхищенным взглядам окружающих. Екатерина со знанием дела рассмотрела некоторые модели, и в тот момент, когда она определилась с выбором и подошла к кассе, мы решили именно ей предложить поучаствовать в акции. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вас на минутку отвлечь? Мы видим, что вы с выбором уже определились. Дело в том, что сейчас в Виктории Плазе проходит акция, называется «Выгодный шоппинг». Если вы встречаете нашу съемочную группу в среду здесь, в Виктории Плазе, то вы получаете скидку в 50% на те вещи, которые вы решили купить. Но при одном условии. Если вы согласитесь, примерите их и продемонстрировать нам на камеру. Отлично. Хорошо. Согласна. Тогда проходите примерочно, мы вас ждем. Выбор Екатерины – короткое платье с леопардовым принтом с юбкой солнца можно считать довольно смелым. Эклектика, свойственная большинству дизайнерских моделей, налицо. Леопардовая расцветка подчеркивает дерзкую сексуальность, кошачью грациозность и хищную красоту любой девушки. А фасон – женственный, с расклешенной юбкой, открытыми плечами и украшением в виде черного бантика. Напоминает нам о юной и немного застенчивой женственности моды 60-х. Екатерина сразу приметила новый магазин и с момента открытия регулярно заходит сюда. Сегодня вы выбрали такой наряд. Почему именно он и куда вы к нему хотите ходить? В клуб, гулять с молодым человеком, в ресторан. Кате, по ее собственному признанию, очень нравится всегда выглядеть необычно и стильно. Знаете, я такой человек, как бы разный, и я каждый день в разный ухожу. Поэтому и спортивные костюмы, и все-все-все-все. Катя не испугалась камеры, приняла участие в акции и получила заслуженную скидку в 50%. Будьте смелее и вы. Возможно, в следующий раз удача улыбнется именно вам. Наша съемочная группа, как обычно, ждет вас в среду в торговом центре «Виктория Плаза». Совершайте покупки с выгодой. Ну а тем временем в нашей любимой творческой студии «Калибри» тоже произошло значимое событие. Там открылась выставка. Но выставка не простая, а выставка выпускников. Тех ребят, которые уже длительное время занимаются в этой студии, но сейчас готовятся перейти на новый уровень мастерства. На сей раз стены галереи творческой студии «Калибри» украшены работами выпускников. Эти девочки вскоре закончат свое обучение здесь и продолжат совершенствоваться в искусстве живописи в профессиональных учебных заведениях. Ну а пока их работам радуются родители и педагоги, к их мастерству стремятся маленькие ученики этой студии. Ведь эта выставка была организована в том числе и для того, чтобы малыши увидели, что их ждет впереди. Чтобы, во-первых, маленькие посмотрели, как потом будет меняться задание и что будет происходить вообще с их рисунками. Потому что здесь из двухмерного изображения дети переходят в трехмерное. Этот период очень долгий, очень сложный, мучительный порой для ребенка. Но тот, кто выбрал уже этот путь, который те, кто остались с нами 4-5 лет, они готовы уже именно работать. Потому что, как сказал великий Леонардо, 1% таланта и 99% труда. Дорогу осилит идущий. Такое название этой выставки дали не зря. Ведь эти девочки когда-то начали, а сейчас продолжают свой творческий путь, причем довольно успешно. Об этом говорят их работы. Ведь в них не только верное пропорциональное соотношение предметов и цветовое оформление, в них заложена частичка души каждого молодого художника. Работы, я бы сказала, не совсем учебные, они еще творческие. Потому что мы ставим сверх задачу, планку поднимаем немножечко выше, чтобы они переживали еще, даже на тюрьморты. И они смотрели на мир влюбленными глазами, даже на горшки и яблочки. Чтобы вот этот трепет цвета был, чтобы не просто раскраска была, а вот это трепетное восприятие. Даша прекрасно помнит тот день в прошлом году, когда она написала эту картину. Композицию выстроили специально для нее, ведь у нее получалось невероятно быстро переносить на холст так стремительно изменяющуюся действительность, даже если это на тюрьморт. Очень часто получается так, что занятия в разное время, в разной группе, и поэтому освещение разное бывает. И иногда получается так, что меняются какие-то вещи, потому что, когда на тюрьморте, допустим, из настоящих овощей или цветов, цветы могут завязать овощи, испортиться, и приходится как можно быстрее. Каждая картина этой выставки действительно наполнена жизнью и эмоциями, будь то яркие цветы, аромат которых, кажется, вот-вот донесется до вас, или же ночной город. Мастерство юных художников было отмечено и профессионалами. Впечатление очень светло и очень приятно, несмотря на то, что это работы детей 13, 14, 15 лет, создается впечатление, что это просто профессионалы. Работы выполнены ярко, эффектно. Чувствуется настоящая, какая-то такая профессиональная загалка. Если уж в столь юном возрасте эти девушки получили такие лестные отзывы, то наверняка и в будущем мы не раз услышим об их успехах. Сегодня так жарко, так пить хочется, мне кажется, даже из фонтана попила бы. Да, как бы пить не хотелось, но из фонтана пить, конечно же, не надо. Как и из-под крана. Специалисты вообще советуют покупать только бутилированную воду. Как раз об особенностях ее употребления мы вам расскажем в нашей следующей рубрике. Извольте отведать. Ученые утверждают, тело человека на 60% состоит из воды. И этот водный баланс нужно постоянно поддерживать. Только достаточное количество воды в организме способно обеспечивать нормальное течение всех обменных процессов. Суточная норма жидкости, которая нужна для нормальной работы всех систем организма, по подсчетам специалистов, составляет не менее полутора литров в день. И это не включает так называемую переработанную жидкость, ту, которая содержится в продуктах, в уже приготовленных блюдах или в напитках – чая, кофе, соках. Бутилированная вода – отличное решение для пополнения водного запаса организма. Сейчас большое количество бутилированной воды, которая подразделяется, в свою очередь, на питьевую и минеральную. Прежде чем питьевой стать водой, она проходит многоступенчатую обработку, очистку, обеззараживание. Минеральная же вода – это вода, которая берется из подземного источника, так называемой скважины. И она содержит большое количество первоначальных минеральных веществ, микроэлементов, солей. Изначально у минеральной воды было исключительно лечебное предназначение. Такая вода содержит много минералов и солей и предназначена для лечения под контролем врача. Сейчас существует еще один тип – столовая вода. Такую воду можно пить практически всем здоровым людям. Особую пользу эта вода может принести в жаркое время года, когда вместе с потом организм теряет массу различных солей. Сейчас наступает время жарких дней, потоотделение увеличивается, и мы теряем большое количество солей. И с пресной водой мы не возместим эту потерю. Конечно, минеральная вода является лучшим продуктом, который может утолить жажду по сравнению с квасом, который широко сейчас будет распространяться, пиво и других напитков. Поэтому минеральная вода лучше всего утоляет жажду. Микроэлементы, входящие в состав бутилированной минералки, способны бороться даже с различными болезнями. Вот почему люди приходят в магазин и покупают бутылки с водой, вместо того, чтобы пить из-под крана. Потому что она очищена, полезна для здоровья. Камни в почках, всем эта проблема известна. Хочется как-то держать себя в тонусе, чтобы не пострадать от этого, от того, что употребляешь. Между тем существуют разные воды. В зависимости от своего состава они способны бороться с разными заболеваниями. Бывает несколько видов минеральных вод. И за счет, при каких заболеваниях, назначат и при диабетах, и при заболеваниях почек, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. И здесь уже нужно рассматривать индивидуально. Пользу, однако, может принести только качественная вода. Хорошая минеральная вода – это та, которая развита из источника. Чтобы не столкнуться с откровенной подделкой, не покупайте минеральную воду, где попало. Выбирайте те места, где могут предъявить официальные документы, сертификаты соответствия продукции требованиям качества. Обычно все это имеется в крупных магазинах, супермаркетах. Кроме того, всегда следует обращать внимание на этикетку и внешние вип-емкости. На бутылке должна содержаться подробная информация о компании-производителе, ее местонахождении, сроках и условиях хранения, номере скважины, а также времени и дате хранения. Когда покупают воду, обязательно смотреть на этикетку, чтобы было хорошо оформлено, зарегистрировано, не так приклеено, где-то в подвале разлита простая вода из-под крана, и продается как питьевая бутилированная. Поэтому нужно строго смотреть за упаковкой, за целостностью упаковки, за прозрачностью воды, чтобы не было никакого осадка. И все равно за сроки реализации, то есть сроки годности, когда это была вода налита в бутылке. Ну и все-таки бутилированная вода, как я уже говорила, она проходит многоступенчатую очистку, обеззараживание и должна соответствовать всем стандартам. Поэтому бутилированная вода по сравнению с фильтрованной из-под крана, она намного безопаснее, потому что можно было заметить, да, период весны, когда был разлив, из-под крана очень чувствовал запах хлорки, то есть хлорирование усиливалось. И не всегда все фильтры могут с этим справиться. А здесь уже бутилированная вода, она прошла все ступени очистки. Химический состав воды – хлориды, гидрокарбонаты, сульфаты, катионы, кальций, магний, калий, натрий. Минеральные воды незаменимы во время диеты или разгрузочных дней. Отлично зарекомендовали себя в домашней косметологии. Входящие в их состав соли и минералы питают кожу, наполняя ее необходимыми веществами. Если вода газированная, ваше лицо получит бонусом пузырьковый массаж. А еще в жаркую погоду можно приготовить напиток, который хорошо утоляет жажду. Взять полтора литра минеральной воды, сок одного апельсина, сок одного лимона, по щепотке соли и сахара, все смешать, охладить и слить в бутылку. Осталось только добавить. Выбирая для себя минеральную воду, отдавайте предпочтение натуральной, внимательно изучайте этикетку и не покупайте воду в подозрительных торговых точках. Ну что ж, а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами в калейдоскопе новых интересных событий на следующей неделе. До встречи. Эксклюзивно. Только в салоне красоты Византия. Биозавивка и долговременное выпрямление волос ProShape от Italy Hair Fashion. Ультрамодная гладкость или дивные локоны. Теперь выбираешь ты. Салон красоты Византия. Площадь Политаева. Торговый центр «Кристалл». Второй этаж. Телефон 99-26-92. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова